Приветствую всех на канале. Такой автомобиль из Поднебесной приехал к нам в работу. Это YEMA EU350. Вообще компания YEMA особо не заморачивается с дизайном. В основном просто копирует популярные модели известных марок. Европейских и азиатских автопроизводителей. И конкретно этот автомобиль не исключение. Снаружи это Touareg второго поколения. Только немного меньшего размера. Автомобиль приехал к нам с большим перекосом по напряжению между модулями батареи. Поэтому будем снимать батареи и пробовать балансировать. А вот так вот выглядит у нас эта YEMA снизу. Мотор с редуктором. И впервые вижу мотор, чтобы был такой прямоугольной формы. В принципе здесь под капотом очень много места. Какой-то ресивер стоит. Это видимо для вакуумного осилителя тормозов. Почему-то китайцы не любят особо ставить гидравлические айбустеры. И все еще по старинке. Вакуумный насос и вакуумный бустер. Возможно это дешевый вариант и простой. Батарея здесь конечно странно. Автомобиль свежий. Батарея уже ржавая. И провода силовые идут в самый вперед. То есть вся грязь которая летит, она летит прямо на батарее. Батарея кстати ниже чем сам подрамник. И конечно есть вероятность зацепить чем-то и повредить все эти провода. Нет, чтобы сделать провода чуть выше. Но вот китайцы вышли, решили так сделать. В общем батарея стальная, уже немножко прожавевшая. Есть деформация по батарее. Сквозных отверстий не видно, но они есть. И какой-то лючок. Возможно здесь стоит ЧК или еще что-то. И кстати говоря не вижу здесь никакого охлаждения. Ни жидкостного, ни воздушного. Ничего. То есть здесь походу и никакого охлаждения нет. Сняли батарею, немножечко отмой. Будем вскрывать ее. Снял крышку батареи. И вот так вот выглядит эта батарейка. Здесь цилиндрические элементы. Пока еще не разбирался что как. Элементы я обратил внимание, что есть 18 год. 18 год. И так же встречаются элементы с 17 года. Я где-то видел здесь. Где-то я видел. Или я уже ошибаюсь. В общем вот так вот. Это БМСК у нас. Из двух частей. И что еще меня удивило, что здесь стоит один контактор. Контактор который разрывает только отрицательную цепь. Не два контактора, которые обычно разрывают и плюс, и минус. А один контактор, который разрывает цепь. В принципе вариант рабочий. Без каких-либо приколов. Просто когда стоит два контактора, есть вероятность, что один контактор сварился. И второй разомкнутый. У нас цепь разорвана. Если здесь этот контактор залипнет, то все, цепь у нас будет замкнута. Это стоит конденсатор разрядный. И все. А, кстати, здесь еще две БМСКи. Всего четыре БМСКи. Ну и предохранительная ЧК. Возможно здесь же и стоит и пера патрон. Который стоит в лючке снизу, которому есть доступ. Ну, не оценял его, правда. В общем, сейчас будем смотреть. И что еще? Вот эти удары, которые были. Видно, что у нас вот этот угол этого модуля слегка задран. Вот видно, что он стоит выше. И также здесь вот этот удар, который был, тоже этот модуль поднят. Цепь у нас не разомкнута, потому что автомобиль ездит. Но деформация по корпусу батареи есть. В общем, тоже, скорее всего, нужно будет его снимать и рихтовать. И смотреть, как она, что она снизу. В общем, сейчас буду прозванивать цепь и смотреть. Есть у нас карта с диагностики. Которая показывает, какие у нас элементы сильно заряжены и который сильно разряжен. В общем, будем балансировать. И заодно по мере напряжения посмотрим, что это за элементы. Литий-ион или литий-железо-фосфат или что это вообще. Хотя бы по напряжению, которое у нас есть. В батарее, кстати, нету никакого охлаждения. Ни воздушного, ни жидкостного охлаждения нету. Здесь аналогично лифу. Без ничего. В общем, это такой упрощенный вариант. Я думаю, китайцы очень удешевили этот вариант батареи. И, возможно, стоимость машины очень дешевая. То есть, видно, что здесь сделано все очень-очень просто. Без всяких заморочек. Так, в общем, здесь у нас, судя по программе, здесь у нас 92 последовательных соединения. При этом 368 элементов в батарее. Вот таких вот цилиндров. И получается, что в одном последовательном соединении 4 параллельных. То есть, 4 элемента на один модуль идет. Еще что хотелось подчеркнуть, что здесь китайцы везде клеили на... Непонятно, это смола или что это. Везде на болтах крепления, на болтах крепления шин, на болтах механического крепления модулей к батарее, на винтах, которые держат корпуса БМС. Все промазано чем-то наподобие силиконового герметика. Видимо, боялись, что открутятся и намазали везде. То есть, фиксатор резьбы не использовался, а использовалась вот так вот. Даже пластик весь проклеен этим герметиком. Шины здесь медные, многослойные для гибкости. Но, в принципе, это сейчас и позволило не сломаться им, потому что они сыграли. Вот такой вот виден перекос по модулям в корпусе батареи. Батарейка здесь сама простота. Даже датчиков тока нет. То есть, обычная самокатная батарея без каких-либо высокотехнологичных датчиков. Да даже не высокотехнологичных, просто датчиков нет. Просто батарейка, просто БМС, один контактор и, возможно, один первопатрон, вернее, не первопатрон, а предохранитель. Все. Больше в батарее абсолютно ничего нет. Удешевили конструкцию на столько, насколько это было возможно. А вот для сравнения коммутационный блок с батареей Volkswagen E-Golf, в котором установлены силовые контакторы, контакторы заряда постоянным током, реле предзаряда, конденсатор, резистор. И все это обосновано необходимой для безопасной работы электромобиля. Все-таки нельзя забывать, что на борту почти 400 вольт напряжения, а не самокатные 48 или 60. Демонтировал два модуля. Здесь вот видно, как оно вмяло, как раз возле ребра жесткости. Здесь наварены квадраты. Лежит лист текстолита и сверху силикон. Мягенький силикончик лежит для изоляции. Вот такая вот здесь мятина с этой стороны. Текстолит поврежден. И при этом есть мятина на самом модуле. На вот этом модуле мятина. Так вроде все остальные элементы целые. В общем, можно сказать, что в данном случае повезло, потому что я не знаю, воспламеняется ли это химия или нет. Но тем не менее, один из элементов поврежден. Вот видно, как здесь вот это ребро, которое сбоку идет, тоже деформировалось. Нужно будет разбирать, смотреть, потому что там как-то шины пошли наперекос. Буду тоже откручивать их и смотреть. Этот модуль у нас не поврежден, который с этими мятинами. Но также у нас есть еще удар по следующему модулю. Вот видно, что здесь вырвало и крепление. И там может быть повреждение гораздо серьезнее. В общем, доберусь и туда. И этот тоже модуль сниму. Сниму этот модуль и посмотрю, что там снизу. И буду снимать тоже эти крышки. И смотреть, что там. Потому что так вроде остальная часть батареи целая. И вот этот ребро, это даже не труба, а из листа согнута и приварена к днищу. В общем, тоже все рихтовать надо. Конечно, вот здесь явно видно стоимость производства. Особо не заморачивались с конструкцией. Все это собиралось. Обычно модуль собирается, разъем подсоединяется и все. А здесь явно видно, что это не рассчитывалось на большое количество, потому что здесь больше ручного труда. В общем, это Китай больше, больше, больше для такой дешевый Китай. Но при этом на всех шинах идут датчики температуры. Отслеживают температуру, чтобы не перегреться. Вот на соединенной шине дачи температуры. Здесь датчики температуры. Но это уже балансиры идут. В общем, вот такая вот у нас батарейка. Немножко разочарован в этой батарее. И вот здесь видно след ноги. Не знаю, это уже здесь снималось, потому что батарея точно вскрывалась. Не знаю, здесь снималось или нет. Вот какой-то след обуви. В общем, продолжаю разбирать батарейку. Снял пластиковые крышки. И вот можно посмотреть, как здесь выглядит соединение между элементами. Здесь алюминиевые полигоны. Алюминиевые шины многослойные. И даже их можно назвать фольгой. Алюминиевой набранной несколькими слоями. Штук пять слоев. Очень тонких. И соединены. Особо не заморачивались. Взяли, вырезали полигон. И нормально. То есть, ни экономия металла не просчитывали, ничего. В общем, как-то так сделано оно все. И вот видно, где было смещение. Эта фольга деформирована, но, слава богу, не пострадала. Фольга приварена к полигонам с помощью сварки. В виде такой буквы С. В общем-то, все предельно просто и понятно. В общем, сейчас это все нужно будет собрать обратно. Корпус немножко отрихтовал, чтобы они не выпирали в модуле. И сейчас соберу это все обратно. Поставлю на автомобиль и будем разряжать ее. Так как у нас здесь нет инвертора, которым мы можем разрядить батарею, отдавая в сеть. Поэтому будем автомобиль выкатывать, уменьшить напряжение на батарее. И будем смотреть, есть ли у него перекос по напряжению. Потому что сейчас что-то около 10 милливольт. Поэтому нужно будет разрядить. Ну и правда батарея сейчас заряжена 4 вольта. Надо будет разрядить ее до минимума. И тогда уже увидим, будет перекос по напряжению или нет. Дело в том, что этот автомобиль пока что мы не можем продиагностировать. Наш руководитель уже купил нам диагностику. Но она пока еще не у нас от пути к нам. Поэтому придется ее разряжать на автомобиле. Опять скрывать и смотреть по напряжению. В общем-то вот такая вот диагностика пока у нас будет. Поработали мы с этой батарейкой. И вот что мы имеем в сухом остатке. Первоначально автомобиль приехал вот с таким напряжением на элементах. Мы сделали таблицу. После чего самое минимальное напряжение было 3,314 милливольт. При том, что на других было 3,582. И есть легкий разбег, но в целом плюс-минус одинаковый. После чего мы этот элемент зарядили до напряжения 3,565. Он самый маленький, но тем не менее. Зарядили его. И добились дельты в 0,32 милливольта. В 32 милливольта. И опять установили батарею. Подкинули на автомобиль. Включили кондиционер на час. Автомобиль у нас поставил, поработал. И у нас этот элемент опять провалился по напряжению. По напряжению провалился. И дельта у нас опять 0,214. Короче, 214 милливольт. После чего мы его в тот раз еще раз подняли. Вот у нас было напряжение 3,506. Подняли его. И опять установили на автомобиль. Он у нас поработал с кондиционером. Напряжение на этом элементе опять провалилось. И дельта у нас опять 278 милливольт. В общем, в этой батарее с этим элементом большая беда. Он очень сильно теряет при минимальном заряде емкость. И в связи с этим автомобиль у нас проезжает ограниченное количество километров. В общем, такая ситуация. И теперь тут вариант. Либо же искать модуль целиком. Вот этот модуль целиком искать. Либо же искать хотя бы такую секцию. И проблема в том, что здесь она идет. Шина общая и ультразвуковая сварка. И теперь нужно будет узнавать. Есть ли возможность заказать такой модуль. Ну, либо же оставлять как есть. Либо же еще один вариант. Это мерить емкость одной секции. И что-то сюда подгонять. В общем, не знаю, чем это все будет. Чем это все закончится. Сейчас будем согласовывать с клиентом. И решать, как быть в этой ситуации. Пока было принято решение оставлять как есть. Больше мы ее не будем заряжать ничего. Потому что это бессмысленно. Сейчас накидываем крышку. Ставим на автомобиль. И выпускаем клиента. И клиент будет пытаться заказывать. Либо модуль, либо одной из секций модуля. В общем, пока остановимся на этом. Что мы сделали по итогу? Мы отрихтовали корпус. Покрасили места, где была внутри коррозия. И насколько могли, насколько ее отбалансировали. Но это, как я уже говорил выше, это бессмысленно. В общем, сейчас ставим крышку. И подкидываем на автомобиль. Ставим на зарядку. И выпускаем его. А вот, что мне в этом автомобиле понравилось. То, что на дисплее можно видеть... Короче, сделать диагностику. Хотя бы примитивную. Но можно ее сделать с помощью этого дисплея. Здесь видна температура инвертора. Температура мотора. Разбег по напряжению. Напряжение батареи. В данном случае сейчас показывает 501 Ом сопротивления. Что показывает в герцах частоту, чего пока не знаю. Надо будет перевести это все. В общем, можно сделать хотя бы легкую диагностику. Но, правда, как раз с этим у нас и проблема. Что у нас разбег большой. И даже при заряженной батарее у нас разбег 100 мВ. Когда разряженная, перекос составляет около 200 с лишним мВ. Но, правда, не показывает на каком элементе. Но хотя бы для общего понимания ситуации, что происходит. Здесь сделано все хорошо. И еще один нюанс в электромобиле. Конкретно вот в этом я заметил. Что из-за того, что здесь нет режима паркинг. Есть только реверс, нейтральный драйв. И электрический ручник. И авторежим есть. В общем, если автомобиль будет не в авторежиме. А он при этом никак не подсвечивается. То есть, понимать, что он в авторежиме или не в авторежиме. Невозможно. Вот сейчас поднялся ручник. Видна индикация ручника. В общем, что мне не понравилось на этом автомобиле. Что если припарковался на каком-то уклоне. Пусть это будет небольшой уклон. В любом положении. В драйв, нейтраль, реверс. Это все программно. Поэтому здесь механического ничего нет. Но, в общем, если заглушить автомобиль. И забыть, что автомобиль стоит в режиме авто. И выйти с автомобиля и уйти. То автомобиль начинает катиться. И катится как с двигателем внутреннего сгорания. То есть, тормозит за счет мотора. Здесь он тоже тормозит за счет мотора. За счет инвертора. С такими рывками. В общем, если этот уклон будет достаточно большой. То автомобиль будет разгоняться. И в результате может попасть в ДТП. Поэтому здесь нужно ездить в авторежиме. И тогда, когда глушишь. Слышно, что срабатывает ручник. В общем, если этот момент упустить. То можно потерять автомобиль.